снова я я хочу вам показать рецепт быстрого перекуса прибегаю с работы значит времени нету и побыстреньку на что-нибудь покушать вот набор продуктов значит яйца мука сыр сливки перец разбиваем яйца разбиваем сразу одновременно все так последние добиваем немножко подкалачиваем сразу главное что главное просто не хватает времени что-нибудь там готовь первое там второе там это такое ускоренный вариант так называемый омлет но я значит не полностью как омлет его готовлю оладушки такие можно на работу взять перекусить нужно солить не переборщить сам себе сразу сливки или потом я не помню какала это все дело делала так вот теперь сырок так берем сырочек натираем я все делаю на глаз плюс-минус у меня нету такого чтобы там сколько-то грамм во-первых и взвешивать нечем было так все я думаю хватит хватит все на глаз под колоким нормально падает дальше режем можно не одну чужую с одной играться можно вот это все три так дальше берем режем я режу вот так вот раз еще и потом кубиком не очень-то но и кубиком конечно как есть пожалуйста примерно так я нарезаю и не крупно или и не мелко мне так нравится она не сильно зажаривается не сухое продолжаем нарезаем дорезали по ускоренному методу очень ускоренному методу за одной перец что такой волшебный перец что я люблю такой перчик он сочный вкус тоже так не мелко не крупно короче вот так вот так вот побольше кусочек вот так вот тут и вся нарезка нашла шматим быстренько перчим немножко лучше бы не переборщить перцем контрольная засолка и добавляем добавляем так раз добавляете вы смотрите чтобы не переборщить тоже с мукой чтобы она жидкая было так все вот допустим помешался я смотрю еще сильно жидкая нам же надо шутка голодушки она получилась чтобы ложка его выливать на сковородку еще две ложки добавили что-то уже примерно становится похоже наверно еще ложечку надо добавить будет видно муку на видео сыплю постепенно потому что во первых легче так колотить ее размешивать и раз добавил всю сразу то сложно и размешать комки получаются разные там комочки вот это я думаю что и хватит практически да берем сковородку сковородку разогреваем наливаем чуть-чуть масла значит это я всегда обычно так на глаз раз чуть-чуть вставим сковородку значит венчик можно уже убирать значит мы будем наливать ложкой опять под стеклу стучу значит я не показал как она выглядит вот вот ложечкой берете и вот так вот будем брать наливать на сковородку где-то будет 5 ложечек на сковородка нагрелась начинаем наливать перед тем как наливать обязательно нужно подкалачивать потому что колбаска проседает на дно берем так раз два я не знаю я не умею быстро мне что-то мы медленно получается короче говоря вот так она выглядит сюда тут можно чуть-чуть красота он видно по начинает поджаривать он светлее поджариваться светлить начинает она прямо скажем так видно и потом будем вот этой штучкой переворачивать смотрим равномерно стоял отлично отлично конечно брызги у меня получились но что сделаешь я приготовил тарелку значит чтобы когда буду снимать чтобы далеко не носиться с этой штукой то еще что-то что-нибудь уровне уронил чтобы начинаем переворачивать я смотрю что уже такое вроде бы как пора до так пора очень пора ладочки получаются то вроде бы ничего надо внимательно смотреть чтобы не погорело я сама чуть не прозевал так начинаем снимать ну-ка о да можно снимать если получается что масло желательно чтобы у нас сковородку значит и тут что тут ушло читать 5 яиц немножко сливок если б сливок не было нужно было в молока немножко и муки сколько там 6 ложек муки добавляем наверное немножко масла сейчас и тише а сделаем еще раз сделаю нальем потом добавим так все вроде бы получается слава богу я так переживал что не получится там или еще не то что я допустим сейчас жарим жарил и вообще и молока не было вне сливок ничего и тоже получалось по большому счету можно добавлять у кого что есть так все я начинаю переворачивать и продолжаем где жарим какие какие начинают и поехали так все 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 снимаем снимаем быстренько снимаем а то можно продевать завершающему этапу добавляем опять масло добавлю добавили масло так и последний этап значит когда у меня было сейчас просто зелени под рукой не оказалось я зачастую брал врезал в зелень и добавлял прямо в тесто колбаски прилип ну надо все так сейчас эти брызги наверх не прилипает ничего так пробуем проверяем плохо уже немножко так же его перевернуть так быстро надо перевернуть секундочку значит сюда я говорил зелень добавляю тесто когда под рукой оказывается можно помидоры добавлять тоже хорошо получается ну на конечно кожуру с них снять и желательно семечки что не всегда получается так все вот и все заканчиваем выключаем завтрак готов так значит сейчас аллочку позову сразу сделаю презентацию так как у меня это получается тарелочку и быстренько мы раз два три три оладочка потом что мы делаем это я видел как алла делает 1 2 3 можно 4 можно 5 кому сколько нравится кетчуп добавляем вот так добавили и теперь берем это все дело и вот так размазываем так и тут у меня микро зелень он растет у аллы берем вот так вот короче говоря затрусило так ты все делал все вот такая получилась вот такой завтрак скажем так на скорую руку буквально мгновенно спасибо что вы смотрите завтрак готов смотрите задавайте вопросы пробуйте сами делать это все просто быстро по ускоренному методу все до свидания